Двадцать минут о красивой жизни, ярких людях и заметных событиях. Это Бьюси Тайм на 31. Всем здравствуйте! Спонсор программы. Профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Главной ошибкой в выборе образов у девушек Сайз Плюс считается нарушение пропорциональности и потеря форм. Но поверьте, платье-балахон или наоборот, слишком обтягивающие вещи не скроют нюансов фигуры. Как избежать этих ошибок и как в брючном костюме чувствовать себя женственно и уверенно, сегодня разбираем вместе с участницами проекта «Леди Мармелад» и стилистом Ириной Эпиренс. Женственность – это не всегда только платье. Это могут быть и брючные, например, костюмы, но будут цвет уже такой более романтичный. Например, пудра или розовый, голубой, все оттенки голубого. Это все играет на женственность. На «Татьяне» мы использовали принцип сочетания нескольких принтов. Обратите внимание, у нас клетка одна мелкая, а вторая крупная. Но это никак не режет ни рост, ни фигуру, а наоборот, дополнительно привлекает внимание и цвет топа у нас повторяется и в цвете клеточки. Дополнительные вертикали, которые создал жакет, делают визуально фигуру стройнее. Я никогда не ношу костюмы, потому что мне кажется, что у меня большие плечи. Но когда наш стилист подобрал на меня костюм, оказалось, что у меня идут, оказывается, костюмы, идут такие расцветки. Мне было очень комфортно. Я думаю, что я этот костюм приобрету в итоге. На данной девушке у нас получился образ многослойный. Цвета у нас все между собой сочетаемы. И посмотрите, как один цвет переходит в другой плавный и нет такого контраста. Высоким девушкам не страшно вообще, если многослойность будет как-то рубить тело, ноги делать короче или еще что-то. То есть это не страшно, так как рост позволяет. Несомненным фаворитом в гардеробе у девушки роскошных форм должно быть правильно подобранное под ее фигуру платье, которое скроет лишнее и подчеркнет нужное. Но платье – это, конечно, фаворит в стиле женственном. И именно платье украшает девушку и делает ее женственной, воздушной, романтичной. И как раз мы сегодня подобрали три образа, и каждый из них подчеркивал как раз красоту девушки, изящество, даже в таком размере, как плюс-сайз. Первое платье у нас было изумрудное, отрезная талия и юбка-силуэт также подчеркивает красоту женских бедер и в то же время корректирует фигуру, корректирует пышные бедра или наличие животика. Для меня, на самом деле, непривычный образ, потому что я в платье, я ношу, которое сейчас на мне, а до этого был костюм, то есть с длинной юбкой, почти в пол. И даже не то, что в пол, а вот именно эта длина миди, для меня она непривычна, потому что я либо в пол ношу, либо до колен. Но на самом деле очень интересно смотрится в сочетании вот с такими полуботинками на каблуке, это здорово. И многослойность вот эта мне тоже понравилась. Второе платье цвета фуксия в горох также удачно подчеркнуло фигуру, пышные формы. Это привлекает внимание и рюши, которые сегодня опять актуальны, они делают образ таким романтичным. Мне очень комфортно, мне нравится, это соответствует моему образу, моему внутреннему миру и мне очень комфортно. И последний образ это синее платье, шелковое, платье на запах, причем это единственная модель платья, которая корректирует любую фигуру. На этом платье б-образный вырез, что делает нашу шейку стройнее. Балан по одной стороне платья добавляет диагональ, которая опять же скрывает некоторые какие-то нюансы фигуры. Сегодняшний образ для меня очень непривычен и очень необычен, поэтому пока мне в нем некомфортно. Но он делает из меня именно того человека, ради которого я пришла на конкурс. То есть в этом платье я наконец-то стала красивой, женственной. Очень мало магазинов там, где принимают женщин плюс сайс размеров. Их достаточно прям минимальное количество в нашем городе. Я думаю, что магазины должны быть подобны нам, так как мы не просто работаем именно с этой линейкой размеров. Мы непосредственно находим индивидуальный подход каждому покупателю, зная, где что нам надо спрятать, где надо что открыть, где что показать. И показать все прелести этой фигуры. С этим надо работать. Поэтому девушка размера плюс, девушки размером плюс не сильно любят ходить по магазинам, потому что они не могут подобрать. Нет индивидуального подхода, индивидуальной работы. Допустим, так как в масс-маркете. То есть вы пришли, выбрали, с вами не проработали, с вами не обсудили, с вами не подобрали, что именно каждой фигуре индивидуально. То есть размер может быть 56, но по факту, по примерке, это абсолютно другой размер и другая фактура, не то, что, допустим, девушки привыкли носить. Говорят, что одежда – это отражение внутреннего состояния человека. А значит, чтобы не бояться носить стильные вещи, нужно в первую очередь приобрести уверенность в себе. А дальше смена гардероба не заставит себя долго ждать. Клиника Источник представляет генетический тест косметологии. Это анализ более 100 генетических маркеров, который позволяет максимально точно оценить состояние кожи, чтобы выбирать только эффективные косметологические программы. Отделение косметологии Клиники Источник. Наука на службе у красоты. 77 88 905 Макароны могут быть полезными. Макфа – исключительно из твердых сортов пшеницы. Сохраняет форму идеальной. Макфа – мой твердый выбор. Покупай полезные макароны. Одевайся свободно. Одевайся легко. Одевайся с удовольствием. Сеть салонов европейской одежды «Стрит Кутюр». У нас всегда новые коллекции. Ждем вас на «Соник Ривой 30» и «Пушкина 65». Уникальное украшение только из натуральных камней. Регулярное обновление ассортимента. Ювелирный бутик – частная коллекция. Нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан. Билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга. Да, и обратите внимание на картины. Они тоже продаются. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Изначально проект «Модель X Plus» от имидж клуба Светлана был посвящен девушкам с пышными формами. Однако заявок поступило столько, что было решено изменить его тематику. Теперь здесь участвуют все, кто хотел бы поближе познакомиться с модой, научиться стильно одеваться, делать мейкап и подбирать аксессуары. Я совершенно неожиданно попала в этот проект. Буквально в последний день приема заявок я решила узнать условия. И мне сказали, что есть только одно последнее место. И я сказала, что все, оно мое, я участвую. Я хочу изменений таких, причем конкретных и таких, которые меня бы подвигли на какие-то ратные подвиги, что ли, еще что-нибудь. Ну и потом хочется красиво выглядеть. Это совершенно точно. Все больше развиваюсь, и мне это очень нравится. Ну вот, естественно, я готова идти дальше, работать над собой, ну и гордиться собой, конечно. Этот проект включает в себя не только теоретическую часть. Каждое знание отрабатывается на модной практике, в лучших магазинах и бутиках нашего города. Таким образом, знания, подкрепленные опытом, навсегда останутся в арсенале участниц проекта. Сегодняшняя лекция посвящена типам фигур и одежде, которая их украшает. Мне кажется, что я знаю все про свой тип фигуры, но вот что-то мне подсказывает, что я тоже буду обескуражена новой информацией. Потому что каждое предыдущее занятие обязательно что-то мне открывало. То есть я такая умная, взрослая, все понимающая, но всегда что-то новое добавлялось. Я подчеркнула очень много. Я же говорю, я стала одеваться совсем по-другому. Почти весь гардероб я заменила. Сегодня мы изучали особенности фигуры. На следующей модной практике мы будем подбирать с ними одежду в магазине в соответствии с их формой тела и типом фигуры. Если мы будем изучать цветотипы, колористику, сочетание цветов, то в магазине на модной практике мы будем отрабатывать эти навыки. Девушки будут учиться подбирать одежду в соответствии со своим природным колористическим типом. Будут учиться подбирать нужного цвета блоску к брюкам, обувь к комплекту одежды и так далее. Максимальный эффект девушки получат, когда знания, полученные в ходе проекта, они смогут использовать на практике. Это, конечно, будет у них максимальный эффект от этого. Более того, и знания, и навыки потом навсегда останутся с ними, они их могут и после проекта использовать, подбирая одежду себе или своим близким. Основы моделинга – подиумный шаг и фотопозирование. Также в программе проекта «Модель X-Plus». Вообще у меня дети занимаются в клубе Светланы. Я всегда смотрела, как они ходят, и мне казалось, что я так же примерно хожу. Однако, увидев себя в зеркале и на съемке, я увидела те нюансы, на которые мне надо работать. И теперь каждый раз, идя по улице, я думаю, так, вот смотрим сюда, подбородок вот так, ноги вот так. Дефиле – это вот, ну, стойка. Прям раз и встали, раз и пошли. И идешь все легче и легче с каждым разом. Сегодня четвертое занятие с девочками у нас уже. Но есть прям результат, не заставляет себя ждать. Все девочки молодцы. Конечно, в жизни навык очень нужен. То есть правильный поход почему-то модели, да, почему-то, ну что-то. Нет, ни в коем случае. Конечно, каждый человек должен ходить красиво. Следующая встреча участниц проекта «Модель Х-Плюс» пройдет в формате модной практики в итальянском стиле. А мы сможем увидеть, как полученные знания девушки применяют в бутиках и магазинах. Конкурс «Ты уникальный» в очередной раз представил на подиуме 50 харизматичных, красивых, талантливых девушек нашего города. Несколько фрагментов этого горячего шоу в репортаже «Бьюти Тайм». Среди них нет профессиональных моделей, но все как одна – красивые и обаятельные. Настоящие, искренние, готовые покорять своей уникальностью переполненный зрительный зал. Конкурс, который так и называется «Ты уникальная» раскрывает модельные и артистические таланты девушек самых разных возрастов и профессий. Мы готовились практически три месяца команда и месяц участницы. Сегодня премьера «Ты уникальная» впервые тематическая проходит. Какая тематика смогут увидеть гости прямо на финале. Девочки готовились, у них были творческие задания на костюмы, на танцы, на выступления. Поэтому мы ожидаем прям вау. На самом деле конкурс, ты уникальный, мне кажется, уникальный в своем роде. Потому что он очень искренний, очень добрый, полезный для девушек. Поэтому я решила участвовать. Честное решение очень спонтанное. Поступило предложение от организаторов пройти кастинг. И я решила попробовать, могу ли я выйти из зоны комфорта, победить саму себя. Ну и просто поучаствовать в таком красивом мероприятии. Когда на тебя смотрят люди, ты чувствуешь все равно какое-то волнение. А когда это делается довольно часто, все равно попадает. Мастер-классы различные были. Танцевальные, хореографические. Были подиум, то есть походка. Мейкап, прически, брови. В общем, много-много-много всяких полезностей для девчонок. Это настолько положительные эмоции, что просто словами не передать. Я научилась быть уверенной в себе. И просто получать жизнью удовольствие и наслаждаться каждым моментом. Они невероятные. Я каждую полюбила. С кем-то я думаю и, наверное, даже уверена, что мы будем дружить дальше. Они все разные. Они абсолютно с разных сфер деятельности. Разного возраста, разного социального статуса. Кто-то директор, кто-то студент. И это очень здорово. У них происходит такая большая коллаборация. Знакомство, общение, дружба и развитие. Среди гостей в основном родные и близкие. Мощная поддержка которых вдохновляет на уверенность. У меня в этом конкурсе участвует подруга Мария Киселева номер 7. И, конечно же, мы все пришли ее поддержать. Со всей семьей, с всеми друзьями будем болеть, кричать. О данном конкурсе я узнала еще три года назад. И сама являлась участницей данного события. А в этом году пришла поболеть за подругу. Своих коллег по конкурсу пришли поддержать и участницы прошлых сезонов. Последних легко можно было вычислить по лентам и коронам, которые девушки до сих пор с гордостью носят. День финала – это просто один из счастливых дней в моей жизни. Вот правда. У меня куча эмоций до сих пор, куча впечатлений. Я бы хотела даже повторить это заново. Я надеюсь, что, может быть, я в ближайшее время еще раз буду участвовать. Это самый красивый, самый настоящий и честный конкурс. Каждой девушке нужно быть просто самой собой. И тогда на тебя все обратят внимание. Не нужно строить из себя кого-то. Не нужно пытаться кем-то казаться. Нужно просто вести себя так, как ты себя ведешь в обычной жизни. Честно, это вообще очень большой опыт. И я хочу, чтобы каждая девушка ощутила, какого это будет уникальный. Потому что ведь в этом есть суть, что каждая из нас особенная. И поэтому стоит поучаствовать. Организаторы этого конкурса организовывали другой конкурс и уникальная невеста. И мне он показался более нежным, более интересным лично для меня. Интересно посмотреть со стороны, как вообще это все смотрится, как участницы. И интересных девчонок, конечно, увидеть и насладиться мероприятием. Тема конкурса «Цирковое шоу». Этому был посвящен и первый выход участниц. Затем были купальники, танцевальные номера и, если можно так сказать, конкурс курьезных ситуаций от ведущих, который организаторы назвали «Интеллектуальный конкурс». По совокупности баллов, а в жюри было несколько десятков уважаемых людей, в лидерах оказываются Анна Гаврилова и Елизавета Байсакалова. Мисс зрительских симпатий достается Марии Киселевой, а почетную ленту самой уникальной получает Елена Рябая. Для меня это саморазвитие, движение вперед, путь к себе и, самое главное, оставаться собой. Я пришла получить новые эмоции, зарядиться энергией, получить новые знакомства интересные и просто кайфануть. Девочки все достойные, все было весело, легко, но мы старались. Призеров проекта ждет финал в Санкт-Петербурге, где и возник конкурс «Ты уникальная». Сколько нужно времени, чтобы избавиться от варикоза? Запись на прием – 2 минуты. Диагностика и сдача анализов займут 50 минут. Сама лазерная процедура – 40 минут. Всего полтора часа, и вы избавлены от варикоза быстро и безболезненно. Энса. Особенный стиль и безупречное качество. Свой уникальный образ собери на сайте nsostyle.ru Уютный шоппинг для всей семьи в самом центре города с парковкой. Торговая галерея «Аллея» на труда 166. Салоны мужской, женской и детской одежды. Гардероб деловой женщины от европейских и российских брендов. Клубные, коктейльные и кэжуал образы для стильных красоток. Полноразмерные коллекции для больших людей. А также джинсы, сумки, пижамы и купальники. А еще здесь знают секрет идеальной фигуры. Он в удачно подобранном корректирующем белье. Торговая галерея «Аллея». Наверняка вы уже здесь бывали. Это прямо над гипермаркетом «Спар» на труда 166. Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале, а также в Инстаграм, ВКонтакте и Фейсбук. Подписывайтесь и будьте в курсе. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом. Я». Ателье «Модный дом».